Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о новинках Фаберлик. Наконец-то! Чё говоришь? Свершилось! Я открыла сайт Фаберлик и мне попалось достаточно много интересных новинок, ну, по крайней мере, как мне показалось. И я вот хочу спросить, это у меня только складывается такое впечатление, что за последние, ну, как минимум полгода, Фаберлик как будто вообще ничего не выпускали нового. И вот, кстати, я сейчас зашла на канал и увидела, что последнее видео о Фаберлик у меня было аж 5 месяцев назад. Ну, сегодня я была настолько голодной, что я схватила практически всё новое, что я увидела. У меня здесь и тональная основа, и помады, и туши, и карандаши. Также у меня здесь целых 5 оттенков их монотеней. И давайте, наверное, с них и начнём. Они мне не понравились. Классно, я тут только что 2 минуты распиналась о том, что наконец-то новинки. Вы знаете, не поймите меня неправильно, я не считаю, что они прям отвратительные, просто они стоят по 125 гривен. Это очень дорого. Реально за эту же цену можно купить и однушки Colourpop, которые в разы интереснее, более пигментированные, какие-то более уникальные оттенки, да и выбор оттенков там просто такой, что можно потеряться. Эти очень слабо пигментированы. Единственное достоинство, которое у них есть, это они достаточно просто тушуются. То есть, если вы не сильно большой мастер тушёвки, то как бы с этими тенями, скорее всего, какой-то большой проблемы вы себе не сделаете. То есть, просто будете вот так вот махать кисточкой по веку, и как бы как-то, да, оно всё-таки растушуется. Ну, нормально, но я не считаю, что эта цена оправдана. Особенно если вы собираетесь купить пару вот этих тенюшек, то лучше просто потратиться на палетку Colourpop. Да и вообще, в принципе, за цену одной единственной вот этой тенюшки можно купить какую-то самую там простенькую палетку Revolution, и она уже будет гораздо лучше, в том плане, что, может, качество будет похоже, но зато оттенков их гораздо больше получается. Очень похожая история у меня с этими запечёнными тенями. Вы знаете, я ожидала, что они будут чуть-чуть посимпатичнее. То есть, когда вот смотришь вот так вот в этот рефил, кажется, здесь такой очень красивый оттенок шампанского, светлый. Но по факту, когда вот их свочишь, ну вот, ну вот как бы ничего особенного. Он какой-то гораздо более белёсый, что ли, на веки. То есть, не такой интересный, как вот здесь вот он кажется. Бронзовый оттенок симпатичный, но опять-таки у меня здесь не складывается в голове 2 плюс 2, как бы та стоимость, которая заявлена, и то, что в итоге я получила. Так, выплеснула я волну негатива, теперь давайте немножко о хорошем. Наверняка, ваш взгляд прикован сейчас к тому, что у меня происходит на нижнем веке, потому что это, наверное, самый интересный акцент у меня на лице. Так вот, у Faberlic вышла новая коллекция, она называется на Berry Berry. И здесь и карандаши, и цветные туши. Вот об этом мы сейчас поговорим. Я взяла два карандаша из этой линейки. Один черничный, второй малиновый. И вот я как раз черничный использовала сегодня на нижнем веке. И, кстати, если вам интересно, с этой косметикой Faberlic я тоже снимала ещё IGTV, и не единожды использовала все эти средства. Там разные макияжи. И если вам интересно посмотреть на них ещё в действии, то как бы можете перейти в мой инстаграм и посмотреть эти видео. Вот эти карандаши реально неплохие. Они очень гелевые, легко скользят. С помощью этих карандашей можно также и стрелочки делать. Они, кстати, ещё не матовые, с таким лёгким содержанием мелких блёсточек. В общем-то, мне понравилось. И, кстати, в дополнение к ним я взяла аналогичного цвета цветные туши. Шо? Опять? Вообще, цветная тушь, естественно, далеко не каждому нужна. Это как бы очевидно. Но если вам нужна цветная тушь, то из всех, что я пробовала, вот эти вот от Faberlic реально самые качественные. Они очень плотно перекрывают ресницы. И сегодня вот эта черничная тушь у меня на нижнем веке. Она отлично просто подчёркивает вот то, что у меня происходит на нижнем веке. Последнее, что хочу о них сказать, это скорее предупредить вас, потому что вот это черничный цвет. Это безопасный вариант. То есть, в принципе, цвета очень адекватные. Тогда, когда вот это опасный оттенок, я бы сказала. Потому что я вам покажу макияж, который я делала. Но это не макияж, это я просто вот чисто попробовала один и второй продукт. И когда меня муж увидел с этими стрелками и ресницами, он даже такой, ой, здрасте. Потому что реально можно создать эффект того, что у вас просто воспалились глаза. Знаете, вот это идеально подойдёт для какой-то фотосессии в стиле, знаете, я девушка весна, у меня в волосах цветы, я вся такая рыженькая, с зелёными глазами. А для повседневной жизни всё-таки немного опасно. Ещё мне, кстати, очень-очень-очень понравились вот эти новые помады, которые называются Berry Kiss. Я себе взяла два оттенка, теперь без понятия, какой из них какой, потому что номера оттенков были на наклейках, которые нужно было содрать для того, чтобы открыть помаду. Гениально! То есть теперь на веки вечно мне нужно сохранить вот этот чек, чтобы напоминать себе, какие оттенки я взяла. 602 и 604. 602 это более яркий оттенок, он называется здесь клубника. И он действительно такой насыщенный, яркий, сочный. В общем-то классный оттенок. И, естественно же, я взяла себе ньют. Это 604 оттенок, тот, который у меня сейчас на губах. И постоянно у меня к ним тянется рука, потому что действительно приятные. Насыщенные, комфортные, приятно лежат, хорошо смотрятся, достойно носятся. В общем-то такая классическая, скажем так, помада. Но немножко более сочно на губах это выглядит. Единственное, эта упаковка заставляет меня чувствовать себя последней идиоткой, потому что, когда я впервые открыла, я начала пытаться выкручивать ее и поняла, что ничего не крутится. А потом до меня дошло, что крутить нужно снизу вообще-то. Тупая бабища! И каждый раз, я не знаю почему, у меня мышечная память срабатывает на вот это вот действие. А вот палец вниз от меня получают их новые блески, которые называются Sweet Berry. У меня тоже в себе взяла два оттенка, и мне не понравился этот блеск абсолютно. Возможно, здесь проблема в упаковке, потому что блеск очень плотный, тягучий. Его, когда начинаешь наносить, особенно вот этим вот пластиковым аппликатором, такое впечатление, что ты какие-то сгустки по губам размазываешь. И что, кстати, интересно, обычно блески, когда наносишь на какие-то более убитые губы, то все как-то разглаживается, немножко красивее начинает выглядеть. Но вот эти блески почему-то еще больше подчеркивают все ужасы и страхи ваших губ. Нет. И последнее, что у меня осталось из декоративной косметики, это также новинка. Тональная основа Berry Blossom. Здесь написано, что это тональная основа с плотным покрытием SPF 15 и сияющим финишем. Вообще, если мне не подводит память, по-моему, за всю историю использования Faberlic мне еще не понравилась ни одна их тональная основа. Обычно их тональные основы все имеют одну и ту же консистенцию такого какого-то густого, блестящего на вид крема. Немного такое напоминающее восковую консистенцию. Но в то же время, когда я ее попробовала, она меня очень удивила, потому что она нормально лежит на лице, красиво распределяется. Спонс реально очень красиво распределяет эту тональную основу по лицу. И сейчас она у меня на лице. И я вам покажу также в макросъемке, как она выглядит. На мой взгляд, очень неплохо. Действительно, сияющий финиш у нее. Что касается стойкости, то, вы знаете, чем дальше идет день, тем более сияющей она будет становиться. То есть в конце дня, даже для моей сухой кожи, сияния уже так многовато. В целом, знаете, думайте сами, решайте сами. Я вам показала, как это все выглядит. А теперь, на мой взгляд, самое интересное, а именно уход. У меня здесь есть 4 новых баночки. И с чего бы начать вам рассказывать. Давайте, наверное, начну с серии, которую я взяла именно с серией. Называется эта серия Faberlic Expert Glycolic 2.1. Это обновляющий ночной лосьон с H.A. кислотами и крем-активатор ночной с H.A. кислотами. Я уже очень долго пользуюсь тоником от The Ordinary. Здесь, правда, 7% содержание гликолевой кислоты. Тогда, когда Faberlic это 2% содержание. То есть это гораздо более легкий вариант, чем от The Ordinary. Так вот, я пару раз попользовалась вот этим тоником. В принципе, я заметила, что да, он более слабый, чем The Ordinary. Поэтому, если вы только начинаете знакомство с кислотами, с пилингами, возможно, я бы вам его порекомендовала. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо или плохо ваша кожа реагирует на такие кислоты. Потому что все-таки они достаточно агрессивно воздействуют на кожу. И рекомендуется начинать всегда с более маленькой дозировки. И потом ее увеличивать. Что касается вот этого крема. Вот здесь, к сожалению, для меня была проблема. Потому что мне он не подходит. Причем я сначала не поняла, что происходит. Потому что вроде бы как содержание кислоты здесь не такое и большое. 2,1 гликолевой кислоты здесь. Также здесь есть энзимы, гранаты и лактобактерии. Но в чем для меня конкретно была проблема, как я думаю, это, скорее всего, в салициловой кислоте. Потому что она здесь тоже достаточно в высоком содержании. У меня кожа очень плохо реагирует на салициловую кислоту. И когда-то в далекой молодости, когда моей проблемой были не морщины, а прыщи, я перепробовала очень много средств. И вот просто 99% всего, что продается на рынке, с содержанием салициловой кислоты, которая на моей коже вызывает еще больше покраснений, еще больше раздражения и еще больше прыщей. Ничего не понимаю. Только после того, как я уже начала разбираться в ингредиентах, я поняла, что для лечения того же акне есть и более действующие, ну для меня, по крайней мере, ингредиенты, такие как бензоилпероксид, такие же, как ретинол или ретиноид. Так вот, вот этим я не могу пользоваться, потому что каждый раз, когда я наношу, с утра я встаю, у меня прям такие воспаленные щеки вот здесь, вот такие красные конкретно места, поэтому не буду пользоваться. Но для тех, у кого нет реакции на салициловую кислоту, и вы, в принципе, знаете, что гликолевую кислоту вы бы тоже хотели попробовать, вот реально у этих двух продуктов очень неплохой состав. И я на 100% могу это рекомендовать для новичков, кто хочет попробовать AHA. И раз мы, кстати, с вами заговорили о ретиноле, то у Faberlic есть крем, который называется Retinol Pro. Раньше я его, кстати, не видела. Может быть, он не супер там какой-то новый, но в то же время раньше я его не видела. Ретинол это вообще потрясающий просто продукт. Я его люблю для разных целей. И для того, чтобы убирать прыщи, и для того, чтобы улучшать текстуру лица, и для того, чтобы бороться с пигментными пятнами, и для того, чтобы кожа обновлялась, выглядела более молодой. Ретинол это очень мощный антивозрастной ингредиент тоже. И когда я увидела вот это, то мне прям стало очень интересно. И, естественно, перед тем, как заказывать, я всегда смотрю на состав. Мне состав очень понравился. Вот реально, вот надо отдать должное Faberlic. Молодцы! Я не знаю, может быть, они наняли каких-то новых химиков, или у них изменился подход в целом. Но их уход вот реально на три головы стал выше, чем раньше. Умеете? Могете просто! Раньше это было что-то абсолютно посредственное. То, что можно вот просто зайти, на прилавке в каком-то магазине бюджетной косметики взять, помазать, понять, что абсолютно ничего не произошло, и как бы радоваться жизни дальше. Здесь помимо того, что есть ретинол, и опять-таки ретинол здесь не прям в какой-то бешеной концентрации, а здесь также есть еще и такой базовый питательный уход, то есть здесь и масло макадамии, и масло ши, и разные экстракты. А обычно средства как раз-таки с ретинолом очень хорошо комбинировать с каким-то питательным уходом, потому что от ретинола кожа может начать и шелушиться, и может слегка пересохнуть, по крайней мере в те периоды, когда идет адаптация к этому ингредиенту. А здесь вот все вот прям в одной банке. Каждый раз, когда я вечером наношу этот крем, с утра я просыпаюсь, и такое впечатление, что я ночью сделала какой-то пилинг. Кожа такая более гладкая, более как наполированная, что ли. Вот очень приятное средство, 100% буду пользоваться дальше. Вот эта новинка Weekend, ну, наверное, не слишком меня впечатлила. Я взяла себе восстанавливающую сыворотку для лица. Это сыворотка как бы с легкой текстурой, и как видите, я уже половину ее использовала. Хотя, вы знаете, не так уже давно я начала ее пользоваться. Если верить моему чеку, то заказ я оформила 20 марта, а сегодня у нас с вами 16 апреля, то есть даже чуть меньше месяца прошло, и вот уже половины нет. Ну вот не знаю, не могу сказать и ничего гадкого в сторону этой сыворотки, но в то же время, знаете, что она мне напомнила? Виши Минерал 89. Вот приблизительно как-то так же ощущается. Кстати, у этой сыворотки тоже очень навязчивый аромат, поэтому если вы не фанат ароматов в уходе, то тогда вот это 100% не ваш вариант. Когда наносишь, такая как очень легкая текстура, быстро впитывается, но оставляет по себе такое легкое ощущение какой-то пленочки. Тем не менее, я опять-таки посмотрела состав. Состав здесь, ну, неплохой. Вот действительно такая себе легкая сыворотка, которую, на мой взгляд, обязательно нужно дополнять чем-то другим. Недостаточно просто нанести вот это. Сверху обязательно нужно носить еще какой-то увлажняющий или питательный крем. Ну, все зависит тут от вашего типа кожи. И на закусочку я оставила то, что просто повергло меня в шок. И это была вот эта маска, которая называется Lift & Glow. Я вас очень прошу, вот, учитесь на моих ошибках. И запомните, никогда не используйте незнакомую вам маску в какой-то ответственный для вас день. В тот день, когда я попробовала вот этого дружочка, у меня была очень ответственная съемка. И я встала, очень сильно не выспалась. И вообще у меня было какое-то припаскудное настроение. Я зашла в ванну, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что, ну, очень все уныло и срочно надо что-то сделать. Открываю ящик, смотрю, какие у меня там масочки. И вот попадается мне на глаза вот это. И я такая... Охрененно тупая идея. Мне срочно нужна подтяжка, и я хочу сиять. И я вот специально для вас сняла до и после, чтобы вы посмотрели. Лицо действительно визуально кажется сияющим, красивым, все нормально. По ощущениям не могу сказать, что было слишком комфортно, потому что было ощущение какой-то пленки на лице. Ну и наступил час икс, я села снимать видео. Я взяла тональную основу, которую я уже не один раз тестировала. И начала ее наносить. И поняла, что тональная основа как будто приехала куда-то на горнолыжный курорт. И по моему лицу просто катается как будто на саночках с горочки. Вот я реально впервые с этим сталкивалась, чтобы тональная основа настолько сильно не хотела ложиться на лицо. Вот она просто скользила и все. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.